В аудиториях все готово к Олимпиаде. Это уже второй экспериментальный этап для тех, кто успешно сдал теорию. Какое именно задание получат школьники, никто не знает. Информация держится в секрете. Правила проведения экзамена очень строгие. Все вещи ученики сдают. Они находятся в отдельном углу. С собой можно взять только ручку, калькулятор и паспорт. Физика для Александры Маловой – один из любимых предметов в школе. Она часто принимает участие в Олимпиадах разного уровня. Говорит, это хороший способ проверить уровень знаний. Это в первую очередь возможность проверить свои знания. Самое интересное будет сейчас экспериментальный тур, когда есть какая-то задача, есть предметы, нужно выполнить это. Ну, это очень интересно. Ученики могут выбрать любой из 22 предметов, включая китайский язык. Выполнять задания победителей муниципальных и окружных этапов будут до 9 февраля. Интерес к Олимпиадам высокого уровня у школьников области растет, отмечают в Министерстве образования. Только в региональном этапе Всероссийской Олимпиады по физике в этом году принимают участие 180 учеников старших классов. Физика для нас вызывает огромный интерес, потому что крупнейшие вузы технические, которые принимают единый государственный экзамен по физике, заинтересованы в том, чтобы ребята обладали хорошим качеством знаний. И 180 человек для нас на региональном этапе по физике – это хорошее достижение. У победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады будут льготы при поступлении в вузы. По решению учебного заведения им могут присвоить 100 баллов по предмету ЕГЭ. Рассчитывать на поощрение смогут и победители регионального этапа Всероссийской Олимпиады. По решению губернатора ученикам-победителям и их педагогам выплачивается премия. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События.